В этом году республиканским планом предусмотрено проведение капитального ремонта в 27 многоквартирных домах города Кумертал. Это различные виды реконструкции кровли, электроснабжения, утепления фасадов и другое. Основные работы ведутся по замене кровельного покрытия. По словам главного жилищного инспектора, процесс проходит в плановом порядке. Срывов сроков нет и все подрядчики заняты на обозначенных объектах. Работу за качеством ежедневно следим, проверяем представителей рекоператоров, всю работу проводим совместно. Выезжаем на домах постоянно. Всю систему контролируем, конечно. Дом по улице Палатникова считается одним из самых старых зданий в городе. Ремонт в нем по стяжке и мягкой кровли проводился очень давно. Квартиры на пятом этаже протекали практически все, и поэтому в данный момент в них никто не живет. По этим причинам дом был выбран для срочной реконструкции в этом году. Здесь, естественно, вырубился старый бекрост вместе со стяжкой до плит. Вот мы, как говорится, каждый шаг фотографируем, какие виды работ мы делаем. И заново здесь мы уже сармированную стяжку сделали, сетка сармирующая. Вот вы видите, она уже как бы 50% готова. Вот. Затем уже новое будет покрытие кровельных материалов. Ну, отремонтируется вент-канал, отштукатурим, все это покрасится. В общем, в последующем это будет очень даже красиво. Капитальный ремонт – это ежедневный труд многих людей. Не только технических и офисных сотрудников. Жители ремонтируемых зданий принимают немаловажное участие в работе, решая вместе с руководством возникающие в процессе проблемы и находясь в постоянном совместном диалоге. У нас до первого этажа протекала крыша. До первого этажа. В течение семи лет мы обращались неоднократно к Курову и Беляеву. И вот на этой основе сейчас у нас производится ремонт крыши. То, что крышу делают, это для нас, конечно, очень хорошее дело, потому что с пятого до третьего этажа, вот я сама житель третьего этажа, у нас стояли тазики, ведра, как весна, как осень, покрывали палы полиэтиленом, чтобы это не все не протекало. К неудобствам, возникающим в процессе ремонта, жильцы относятся лояльно. Ведь их дом так долго ожидал своей очереди для реконструкции. На время проведения кровельных работ все остались в своих квартирах. Эти ремонтные работы не мешают. Ребята, которые работают, очень хорошие, положительные. Они за собой все сразу убирают. Не сказать, что там какой-то шум стоит или что-то бьют. Нет, очень спокойно, тихо. Мы ничего не имеем против. Гарантия службы стандартного кровельного покрытия – пять лет. По словам руководителей жилищных служб, осуществляющих контроль над капитальным ремонтом, необходимых материалов для его выполнения достаточно. Поэтому работы будут закончены в запланированные сроки. Я считаю, что это очень хорошо, что есть такая программа. И все зависит, конечно, от нас. Количество домов, ремонтируемых ежегодно, зависит от каждого из нас. Как мы будем платить, столько, соответственно, домов мы и будем ремонтировать. Будем лучше платить – будет больше домов. Раз примерно в 10 лет каждый дом пройдет один вид капремонта. Но будем платить лучше, будем ремонтироваться быстрее. Может быть, и дойдем до 7 лет.